Ну давай скажем как есть Пришло время рассказать об этом Да, наши отношения Хей гайз, с вами Лиза Нейс и Скамелеон, всем васяп? Короче, что сегодня будет за видео? Сегодня мы решились рассказать вам всю правду о наших отношениях И мы долго об этом думали И решили все-таки посмотреть видео мамы Посмотреть, что она там наплела И рассказать всю правду Как есть на самом деле Потому что она вкинула небольшой взброс Вброс, который взбудоражил всех вас И вы начали писать это в комментариях В инсту, в тикток, в ютуб Если ролик очень хорошо соберет То мы снимем видео о нашем первом разе Мы расскажем, потому что многие писали в комментариях Полу того, что как вообще, что это Нужна помощь, там Ерё, Марио, мне в директ писали Лизе, по-моему, в директ писали Скорее всего, ждите видосов В общем, мне 100 тысяч до Нового года надо, пожалуйста Да, кстати, ссылка в описании Как многие знают, у моей мамы есть канал Ссылка будет в описании И что делает мама? Мама снимает обзоры на наши видео И... В отношениях точную, конкретную, правдивую информацию Ребята, я предлагаю скоммунизить Леона одну фишечку Леон делает так У меня сейчас вот столько подписчиков Вот столько Как только будет на 2000 подписчиков больше Я выпускаю следующий ролик Ну, а автор идей с Камелеон Ссылка в описании Там все дела, не знаю Короче, погнали смотреть видос Автор идей мамикс Ссылка на мамикс тоже в описании Секс Но не с Лизой Вот честно вам скажу Зацепил меня этот вопрос А тем более этот ответ Это суть парней У меня был... Ребята, повеселели, честно Хей, гайс С вами мама Лиза Найс Всем привет Ну не так интересно, что в этом видосе Суть всех парней Спасибо О, тетя Олли Спасибо большое Приятно Я мама Лизы Найс Нужно немножечко отходить уже от этой роли Я сейчас снимаю ролик не как мама Лизы Найс А, наверное, все-таки как мама Лизы Найс Поэтому Всем привет, ребята И с вами... Всем привет Меня зовут Леон Нужно отходить от того, что я парень Лизы Найс Так вот, я парень Лизы Найс А, ну я парень Лизы Найс Плюс, только теперь Леон делится своими подвигами Пока видео о первом... Ааа, делится своими подвигами Мы посмотрим видео на You Love Home Кто не смотрел видео на You Love Home О том, как Леон рассказал про кекс с Лизой Найс Можем посмотреть... Как мне стыдно Господи Мне даже, я кринжу немножко Потому что я не с Олей А потому что я смотрю видео взрослого человека Которого я потом поеду в гости и буду пить чай Это чудо названия Которое прямо хочется тыкнуть на эту кнопочку Как? Леон рассказал про кекс с Лизой Найс Интересно, в таких подробностях он все описывает Оля, прости меня Картинки прямо За что? Не знаю, мне стыдно Если ребята живут в одном доме Они по умолчанию должны друг другу доверять Ничего друг другу не доверяют А это верно Но в нашем доме есть, допустим, Кирилл Который на постоянке ворует еду у других людей И он за это не извиняется, ничего Для него это норма Вот, поэтому, Олечка У нас есть проблема того, что у некоторых ребят в доме, допустим, нету совести Вот, если мы все покупаем еду И потом, допустим, мы купим себе Беру, окей, энергетик, который ты запрещаешь пить Я перед монтажом хочу пойти монтировать видос Захожу, нету энергетика У меня его просто украли При том, что мы миллион раз обговаривали тему Того, что если ты что-то хочешь взять у другого человека Ты должен подойти и спросить Так делают все, кроме некоторых людей И они хорошенько просрутся Ну, это ужасно На самом деле, жизнь в жизни От которых можно каждый день ожидать какой-то подставы Так просто не надо брать еду чужую И все В доме, где ты живешь, ты должен дотерять каждому Представляете, ребенок не сделал уроки А он такая, все, я на тебя зла Это получил твой И я тебе сейчас слабительного Нет, это не в этом всеми работе Это касательно еды было сказано Мы из-за того, что у нас плохое отношение друг к другу Не будем там подсыпать что-то, еще что-то Но вот касательно слабительного Я, на самом деле, с удовольствием бы так сделал Потому что люди, которые на постоянку воруют Чтобы они хорошенько просрались Вот, и больше этого не делали Я надеюсь, Лизунечка, тут с тебя не коснется никогда Такие расправы И если кому-то что-то будет не нравиться в тебе К тебе просто подойдут и скажут Лиза, ты... Ко мне никогда никто не подойдет Это Лен самый классный в этом доме Самый такой сильный Немовкие ситуации во время 8+. Это был слишком быстрый секс. Но видно, очень хорошая пара была. По-моему, да, где она тёплая, так вот положила, хоп, и всё. Мне кажется, что ребятам нужно сначала обретить аудиторию, которая их смотрит. Конечно, такие вопросы очень интересны, но многим о чём говорится. Олечка, как психолог, сидит, реально очень интересно смотреть, слушает. Да я так стыдно. Ничего у меня в жизни нет, ничего у меня не будет. И вообще верующий. Ты да? Я да. Приятно, знаете, потому что всё-таки аудитория не 18+, далеко не 18+. Тоже верно. Немногие темы. Но эту аудиторию это очень интересует, потому что это 13 лет возраст, когда человек такой, как это, что это, каково это. Вот. Это не есть, правильно, потому что я в свои 13 смотрел мультики. Я в свои 13, мне было страшно, я думала, а что это? Ну реально, а что это будет? А как оно произойдёт? Кекса, кекса, неудки, все дома во время секса ещё просто не проходили. И ещё многие с этим совсем не знакомы. Я ничего не поняла ещё раз. Невероятно. Забыли. Проехали. Очень взрослые ребята, но мне кажется, что можно ещё немножечко подрасти мыслями. С одной стороны, я понимаю, что это хайп. С другой стороны, я понимаю, что всем очень интересна тема 18+. Да. Ребята-участники, им уже всем 18+. Но есть один очень большой момент, на который внимания не обратили. Часть аудитории в районе 18, большая часть 13. Мне что-то кажется, что у нас аудитории в 18 лет очень-очень мало. Нет, есть. Нет, очень мало говорю об этом. Наш модератор. Да, целовались по пьяни. Да. Ну, и так, когда я была у неё в отношениях? Ну, я очень глубоко задумалась. А там вместе живёт Лиза. А на сколько я занимаюсь? Да она не в доме же! Это было не в доме! В итоге, после просмотра видео мамы, у вас складывается такое ощущение, будто мы тут пьём, там, не знаю, ходим на тусовки. Ребята, мы с Мишей, это... Окей, Кирилл, Лиза, Анаура, Аня, они ходят в клубы. Мы не ходим. Не подгребайте нас всех под одну гребёнку. Мы ходили в последний раз на концерт инстасамки. И всё. Да, это было месяц три назад. Где-то так. И то, что было в жизни, там, поцеловаться, допустим, по пьяни, это... Ну, бывает. Это было, было. Давно. Это ж... Не надо за это судить. Да, это было с парнем. Проехали. За мной. Кричу. Просто мне сделали... Она не психолог? Нет. Даже близко? Да. Максим, скажи, в каком это кинотеатре было, на каком месте ты сидёшь, чтобы мы туда не садились. В вашей жизни у вас было отвращение или нет? Нет. Ну, у мужчин не бывает отвращение. Почему должно быть отвращение вообще? Я думала, что весь секс был таким, и мне вообще не понравилось. А вот об этом моменте как раз я немного с вами поделюсь в своём следующем видео о первом сексе у мужчин. Первый сексуальный опыт – это удовольствие. Что? То есть мама мне затирала на видосе моём прошлом, что, Лиза, нельзя показывать это всё. Ты чё вообще ответила на этот вопрос? А сейчас она говорит, я вам подробно всё расскажу. Вот это я. Что такое? Да, она бросает человек. А я маленький. А ты ещё, ты вообще, два годика подожди, а потом тоже будешь. Я очень хочу посмотреть этот видос потом. Если хотите, чтобы я сделала на него реакцию, да, сделай реакцию. Это будет весело. О чём нам там ещё поведают, ребята, о сегодня? Два рота закрыты. Навсегда. Макушно. У меня сестра сможет это. А у меня мама. У меня сестра будет. У меня братцы, родители. А как мне стыдно. Как мне стыдно. А мне, наверное, за тебя. Ты чё, угрела? Шучу я, шучу я. Но это... Уже это смешно. Мне просто будет очень интересно посмотреть, как на тебя будут... Не то что смотреть мои родители, как они с тобой будут общаться, когда ты приедешь. Не приедешь. Приедешь. Я потом за хлебом уйду. Шутка. А чтоб тебя вот за насилие над животными посадили. Слышь ты, моё животное, давай смотреть дальше. Мамочки, не знаю. Я нормально. Одевались ли вы сексуально, чтобы возбудить кого-то дома? Это как? Не знаю. Ну да, к мальчикам этот вопрос не относится, а девочки всегда одеваются, если хотят привлечь какого-то партнёра, то одеваться так можно сексуально. Да пусть будет. Ну, конечно. Мне кажется, у Карины всегда такой вопрос очень сексуально. Надо потом будет пересмотреть, но мне кажется, что это видео я просмотрела полностью, молча и с вот такими квадратными глазами. Окей, отлично. Теперь знаем, что у Максима большие яички. Мы поаплодируем. Каждый человек в какой-то степени может быть неудовлетворён. Это, это Орна. Что Леон, по-моему, ничего не сказал? У Леона всё в порядке, да? Ну, если взять Аню на ролик, это было замечательно туда, а так ни разу в жизни не хочу. Я словала с Лизой. Я не гей. Было ли у вас такое... Каждая? Было ли у вас такое, что вы завели себе чек-лист? Мама раздупляется. Я тащусь от этой реакции Леона. Честно, он так внимательно слушает вопрос, и мне кажется, что он... Я всегда, когда с кем-то общаюсь, я вот так вот сижу, слушаю. Боже, я не могу, это очень угодно. Вот, или не понимает вообще вопросов, или сразу же думает, а как на него ответить? Да, я сразу думаю, как ответить. Ну, вообще, мне так нравится. Такой взгляд непоколебимый. Не моргнув ни одним глазом. Притом, вы обратили внимание практически на каждый вопрос, ли он реагирует так? Чек-лист по сексуальным партнёрам. У меня у моей знакомой был такой лист, и она мне скинула 10 я, и я такой... Есть? Я сейчас скумуляюсь. Ну, если я не целовался, они типа, что бы вы поняли, и она не спускала, и я такой... Секс о другом, мне кажется. Хотя некоторые, да, занимаются именно таким собирательством, достигаторством, в плане... Это же про поцелуи было. Не реализовано или не удовлетворено. Да, это про поцелуи было, я про поцелуи сказал. Мамуль, там про поцелуи. Там не по поводу кекса. Блин, прикинь, у меня такой список. Это ужасно. Люди, которые ходят с таким списком. Так, ты у меня в списке, Илья... Я у меня сейчас в списке. Ты у меня есть. У тебя список есть? Только там есть ты и Миша. Спасибо. Было ли у вас... Что он выполнил? Вы занимались в доме самым удовлетворением, и кто-то вам помешал, измечательно помешать. Нет. Ну, нет, никогда не мешает. Все в порядке. Сейчас, как вы... Вопрос такой, когда у вас в последний раз был секс, и... Все, это жопа. Это жопа. Ребята, сейчас начнется самое жесткое. Все, мне жопа. Я хочу сказать, можно я? Можно я первую отвечу? Я четыре назад. А почему не ставили, где спрашивал у тебя, можно ли сказать? Слава богу, не... А тут обрезали! Я спрашивал у Лизы, можно ли сказать? На минуточку. Просто тут сейчас начнется... Жопа. Ай, такие прекрасные названия для видео. Можно ты сама это закончишь? Нет, нет. Я с Лизой, Найс. Пожалуйста. Я не хочу это слушать. Ничего не ослаб. Лео, сиди, сиди, давай. Давай ты сама... Мне стыдно ехать, если я это просмотрю. Так я поеду, но спокойно. Котя, все, все. Можно ты сама это закончишь? Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет, все. Вот ни одного слова. И в этом, вот, Леон, я тебе пожимаю крепко руку, потому что ты дал всем зрителям возможность выбора. О чем думать? И я вам дам несколько наводочек, несколько предположений. Реклама, я пошел. И я вам дам несколько наводочек, несколько предположений. Секс четыре дня назад был с Лизой. Но давайте не будем забывать о том, что Лизе 16. И не стоит говорить о своих подвигах. И второй вариант. У Леона был секс, но не с Лизой. Если не с Лизой, напрашивается вопрос, а с кем-то, да? И неэффективны ли отношения у Леона с Лизой, да? Может быть, Леон с Лизой встречаются для видео, а на самом деле у каждого своя жизнь, в которой Леон и Лиза, в общем-то, и не пересекаются. Можно, конечно, придумать еще 7 миллиардов предположений, о чем говорил Леон. Возможно, вариант самоудовлетворения это тоже имел, пока ли он не сказал. Теперь вся правда об отношениях. В ролике на ЮАВе было момент, где я спросил, Лиза, можно сказать? Ребят, у нас неэффективные отношения. Мы встречаемся уже почти год, и это правда. Правда, you know. Ладно. Мне стыдно. Все, я даже не буду смотреть. Успокойся, я с тобой. Если бы я был с Лизой на секс 4 дня назад, это можно опровергнуть. Вот, честно вам скажу, зацепил меня этот вопрос, а тем более этот ответ. Конечно, да, у меня уши красные, но мне кажется, это нормальная реакция мамы девочки, о которой... Ну все, я теперь не приятный к вам в гости. ...говорить о своих достижениях, о своих победах. Мне стыдно будет ехать в гости. Это суть парней. И это было всегда, и это будет тоже всегда. Я помню свою молодость, и первое, чем делятся парни, и желательно на аудиторию, как можно больше, рассказать всем. Сколько я не рассказывал про наш первый раз, и вообще, когда он был? Да все, это жопа. У меня был секс. Что у меня был секс тогда, тогда, тогда. И что у меня был секс... Вот, да, вот это она. Это была именно она. Девочки делятся таким менее охотно и в более узком кругу. Да, сейчас! ...что я уже взрослая. Вот вам доказательства. Человек, говоря об одном, имеет совершенно другое. Если тема общая, видео о сексе, то каждый предполагает, что ответ тоже относится к какому-то сексуальному. Я уже не хочу смотреть дальше. Все, давай заканчивать. Ребят, сейчас скажу то, чего вы так долго ждали. Видео называется «Вся правда о наших отношениях». Ребят, да, мне 16. Да, моему парню 19. У нас было. У нас неэффективные отношения. И все окей. То, что мама себе накручивает. Это странно. А неэффективные ли отношения мамы и папы? Это шутки, пожалуйста. Это шутки, это юмор. Все, я так подозреваю, что Леон ко мне больше не приедет. Я больше не приеду. А прикинь, эта мама смотрит и такая, Леон, в смысле не приедешь? Они сами сюда приедут. Всем спасибо большое, Лиза. Завершайся, мам, мне стыдно. Короче, Леончику стыдно. Леончик ушел. Ну, а с вами была я, Лиза Найс. Всех очень сильно люблю. И я надеюсь, я надеюсь, что мама больше не будет придумывать какие-то очень интересные истории и, в принципе, об этом говорить. Все, проехали. Ну, было. Все, зачем из-за этого еще что-то делать? Короче, я очень сильно жду видео мамы о том, как она расскажет о своем первом ради. Тех очень сильно люблю. Обожаю. Всем пока. Почему мне стыдно? А тебе весело. А мне весело, потому что, ну, был бы мой ролик, был бы мне стыдно. Виновница торжества. Всем пока. Что этот человек здесь делает? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok